Почему стоит покупать у видео-шоппер.ру, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Вы уже обзавелись пылесосом с выходом в интернет или тостером с 4G-модулем, а смартфон у вас со встроенной микроволновкой и автоматической щеткой для обуви? Вот вам еще один пример того, до чего может дойти фантазия инженера, мечтавшего в детстве о профессии генетика. Коммуникатор, фотоаппарат. Или все же фотоаппарат, а затем уже коммуникатор. Давайте разбираться вместе по ходу видеообзора. В комплекте с... фотокоммуникатором достаточно богатый набор периферии. Техническая документация, зарядник, шнур USB-microUSB, наушники, переходники для ушей, ремешок-держалка. Только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней фотоаппарат вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Скорее все же фотоаппарат. Во всяком случае, внешне. Полноценный объектив, эргономика корпуса, элементы управления. На вид обычный фотик. От коммуникатора только экран. Опять же, разве может быть мобильник весом 305 грамм? Девайс имеет характерное для фотоаппаратов утолщение справа. Так его держать удобнее. Вверху кнопка включения и вылета птички. С торца основной птичьей кнопки лепесток управления 21-кратным зумом. Вся задняя панель гаджета сенсорный LCD-экран размером 4,8 дюйма. На левом ребре кнопка включения вспышки. При ее нажатии модуль вспышки выпрыгивает из корпуса подобно чертику из табакерки. Усадить его обратно можно только с помощью пальца или посредством механического воздействия другого, оказавшегося под рукой предмета. Снизу, рядом с подставкой для штатива, находится целый блок различных слотов. Здесь слот для симки, слот для карты памяти и даже слот для аккумулятора. Аккумулятор изымается тем же макаром, что и карта памяти. В основной крышке этого отсека притаилась заглушка HDMI. На правом ребре разъем под microUSB и гнездо для наушников. Аккумулятора на 1600 мАч по заявке производителя должно хватить на 300 кадров. Если мы рассматриваем этот гибрид как камеру, то она имеет достаточно солидные характеристики. Что действительно подкупает, так это 21-кратный зум. В отношении Galaxy Camera с чистой совестью можно сказать, вот это зум, это просто офигенный зум. Фотоаппарат отлично улавливает шрифт на мониторе, находящемся в метрах в трех от вас. Приближение мощнее театрального бинокля. В камере реализованы достаточно глубокие настройки ICO, экспозиции, апертуры, выдержки. Впрочем, если вы совсем не фотограф и не хотите заморачиваться тонкостями фотонастроек, в режиме авто устройство само выберет наиболее подходящие параметры съемки. Также реализовано несколько функциональных режимов. Например, непрерывная съемка со скоростью 4 фотографий в секунду. Или стоп-кадр для съемки быстро движущихся предметов. Можно фотографировать лица с автоматически накладываемой ретушью или выбирать из серии снимков лучшие. В режиме видео камера дает максимальное разрешение 1920 на 1080 точек с частотой от 30 до 120 кадров в секунду, в зависимости от настроек. Само собой, все это дело очень тесно интегрировано с интернетом. Даже не выходя из оболочки фотоаппарата, вы можете размещать свои творения в соцсетях или заливать их в файло-хранилище. Работа всего этого агрегата координируется так знакомым нам по смартфонам Android самой последней версии Jelly Bean вкупе с самсунговской оболочкой TouchWiz. То есть, при желании, этот фотоаппарат можно использовать как плеер, мини-телевизор, навигатор, диктофон, компьютер и так далее, и так далее, и так далее. В какой-то момент корейцы вспохватились, что делают вроде как фотоаппарат, и в торопях вырезали за Android звонилку. Обдуманным это решение назвать сложно. У гаджета есть и микрофон, и динамик. Вы даже можете совершать видеозвонки в скайпе, но через сим-карту возможно только отправлять смс-сообщения и выходить в интернет. Наверняка вскоре в Samsung одумаются и вернут фотоаппарат функцию телефона, но пока имеем то, что имеем. Кроме обычных приложений Android, здесь предустановлен достаточно неплохой фоторедактор, с помощью которого обработку фотографий можно производить, не скидывая их на компьютер. Есть еще приложение Paper Artist, позволяющее превращать обычные изображения в страшные галлюцинации наркоманов. Впрочем, для работы с фотографиями существует масса программ, и любую из них вы можете установить самостоятельно. Play Market, слава богу, на месте. Samsung заявили, что Galaxy Camera будет выходить в двух основных модификациях. С модулями 3G или 4G, в зависимости от того, в какую страну поставляется. Кроме высокоскоростной связи, здесь есть Bluetooth, Wi-Fi с возможностью использования в качестве переносной точки доступа, беспроводная передача данных AllShareCast. Только в нашем магазине, video-shopper.ru, в том случае, если в течение 14 дней устройство вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Если раньше логическим завершением любого большого путешествия являлась оптовая выгрузка фотографий в сеть, теперь этим по-своему ритуальным процессом можно заниматься без отрыва от производства. Например, у вечернего костерка в лесу или в номере гостиницы после насыщенного дня в новом для вас городе. А перед Samsung стоит новая задача – придумать, на что еще можно установить Android. Может быть, на зажигалку? Почему стоит покупать у видео-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как «Звездной» и «Евросеть»? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Продолжение следует...